Приветствую гостей и подписчиков нашего канала. Сегодня мы сделаем вот такой интерьерный веночек из талаша. Талаш это кукурузные листья, снятые с початка. Перед работой их необходимо подготовить. Я перекладываю их в ёмкость и сбрызгиваю со всех сторон из пульверизатора, после чего даю минутку полежать, впитать влагу и можно работать. Для основы венка я взяла пенопластовое кольцо. Еще нам нужен будет горячий пистолет, нитки и ножницы. Сначала задекорируем пенопластовую основу, обклеив ее кукурузными листьями. Увлажненные листья очень удобны в работе. Срезаем утолщение у основания и кончик, оставив ровную красивую серединку. Обматываем листочком венок по спирали. Сначала я как бы примеряюсь, укладываю лист по форме венка. Затем точечно фиксирую горячим клеем. Укладываем следующий лист, накладывая частично на предыдущий. При этом могут образоваться мелкие складочки, но это не проблема. Просто прижмем их получше и они не помешают созданию красивой формы венка. Так закрываем листьями всю поверхность свинка. Вот я обклеила всю заготовку, при этом старалась, чтобы все стыки листьев пришлись на одну сторону. Получилась одна сторона красивая, а лицевая. При этом лицевая сторона у нас придется на заднюю стенку венка, а на передней мы разместим декор, который и закроет все стыки. И получится, что и задняя сторона у нас будет красивой и эстетичной. Задекорировать венок можно разными способами. Например, вот так, как я украшала елочку. Видео по созданию такой елочки уже есть на канале и ссылка будет доступна в правом верхнем углу, а также в описании к видео. Нарываем серединку листа на тонкие полосочки, перегибаем посередине и фиксируем к основе. А сегодня я сделаю декор немного другим способом. Также срезаем основание листа и кончик. Подготовленный лист можно еще раз немножечко увлажнить и сгибаем посерединке. Собираем в гармошку у основания и фиксируем на пенопластовой заготовке с помощью ниток. Нитки у меня обычные для шитья. Я подобрала их в тон кукурузным листьям. Крепко обматываю, но без фанатизма, чтобы не порвать нить. Закрепив один листочек, добавляем следующий. По ходу я точечно фиксирую обмотку горячим клеем. Можно, конечно, и весь декор закрепить на горячий клей. Если вам так удобнее, можете так и сделать. Мне удобнее и быстрее сделать это нитками. Следующий ряд листьев укладываем со сдвигом. Накладываем, приматываем, фиксируем клеем. Главное, чтобы у нас закрывалась не только серединка венка, но и поверхности по бокам, внутри и снаружи. Не закрытой остается только спинка, задняя часть веночка, чтобы не мешать ему ровно висеть на стене. Здесь вы также можете проявить фантазию и задекорировать веночек по-разному. Например, добавить другой материал. К примеру, еловые шишки. Шишки лучше сразу приклеивать на горячий клей. Я вклеила несколько шишечек и продолжаю работать дальше. Дополнительный декор из других сухоцветов я добавлю в финале. Продолжаем обклеивать. Следим, чтобы тело венка было одинаково ровно со всех сторон. На что еще хотелось бы обратить внимание. Внутри и снаружи венка у нас разные диаметры, поэтому снаружи части венка добавляю дополнительные петельки из листьев, чтобы равномерно закрыть всю поверхность. Например, вот у меня одиночная петелька или вот. Раз, два, три и еще один. Раз, два, три и еще один. И тогда получается сохранить равномерную пышность и заполненность веночка. По мере того, как подходим к завершению, приматывать листья становится сложнее. Но ничего страшного, просто внимательно и аккуратно укладываем каждый листочек. Также не забываем закреплять горячим клеем. Вот здесь нам придется аккуратно подсовывать листья под уже уложенные петельки. Петельки внутреннего диаметра встретятся быстрее, чем петельки внешнего. Стараемся укладывать их равномерно, без лишних утолщений. На самом деле это очень приятный процесс, хотя и требующий внимания. Для меня можно даже сказать медитативный процесс. Если никуда не торопиться, можно реально наслаждаться. Наматываем, срезаем кончики, если они уже начинают мешаться. Смотрим, где еще добавить. Вот здесь, наверное, по одному листочку, а с наружной стороны нужно побольше, 2 или 3. Вот здесь хочу показать, как закрепляю самые последние петельки. Вот так отодвигаю и проталкиваю туда. Нахожу им местечко и только потом приматываю. И вот видите, о чем я говорила? Во внутреннем диаметре листочки уже сошлись, а внешне еще пока не полностью закрыты. Можно сюда еще добавить пару листочков. Теперь нам уже такие длинные не нужны, можно делать их покороче. Приматываем последние листики, закрепляем горячим клеем нить. Все, мы закончили этот этап. Осталось хорошенько расправить петельки. Я еще раз сбрызгиваю водой из пульверизатора и аккуратненько шпажка, расправляя листочки, придавая нужную форму. Вот так наш венок выглядит с изнанки. Вот, в общем-то, и все, что хотела вам рассказать. Дополнительно к шишкам я добавлю еще какой-то легкий декор из сухоцветов и покажу вам результат. Я добавила пшеничных колосьев и желудей. Вот такой нарядный веночек у меня получился. Надеюсь, мастер-класс был вам полезен. Творческих успехов и до новых встреч!